окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате сам ренмара запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше приключение напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик давайте мы во первых мы посмотрим что нам сегодня предстоит с вами делать в первую очередь итак мы можем отправиться к соиме также мы можем с брамом поговорить наверное первым делом это и сделаем но в принципе да больше ничего мы сделать и не можем так выращивать мы пока что ничего не будем давайте мы соберем апельсины и Продолжение следует... Что у нас по яблокам, можно и пару яблок тоже собрать по пути. Ну все, апельсинов не так уж и много. Поэтому сок бежать делать сейчас не будем. А в принципе сразу отплываем. Хотя там еще есть апельсины. Тут даже два сразу. Хорошо. Возьмем. Интересно, получится ли в итоге у нас все-таки объединить Таку и Авана. Но мы, по крайней мере, попытаемся. Что-то, кстати, на попа давненько от нас ничего не просила. Пока. 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 А что-нибудь еще нужно? Получено достижение Брам. Нет, этого хватит. А теперь нужно показать все дяде. Удачи. А что здесь творится? Я приготовил меню. Целое меню? Да. Закуски, первое блюдо, второе блюдо и десерт. Ого. Потрясающе. Все сам? Да. Я ему не помогала, честно. Очень достойно. Поздравляю. Спасибо, Бррр. Ты правда хочешь стать поваром? Да, Бррр. Я бы хотел открыть плавучий ресторан. Какая нелепость. Но я помогу тебе чем смогу. Серьезно? Обещаю. Но грубовато все равно было так и с твоей стороны. Ты прям его мечту на корню обрезаешь. А приходи, когда захочешь попробовать мои блюда, Бррр. Кстати, сто процентов пройдено, получается, у нас Забрама. Ага. По поводу продолжения попыток объединить их. То есть так он с Аваном. Мы сейчас ничего не можем, да? Ладно. У нас вообще сейчас только единственная задача, которую мы вообще способны выполнить, это поговорить с Саими. Так, а здесь что мы можем получить? Яйцо. Да, не хочу я яйцо. А, подождите. То ж не просто яйцо. То яйцо, в котором что-то может быть наугад. На обратном пути проверим. А вдруг мы так найдем золотой ключ? Я только сейчас вспомнил, нам ведь золотой ключ очень сильно нужен. Мы с вами нашли сундук. Но он-то закрыт. То есть и нет смысла сейчас точно так же покупать еще одну карту сокровищ. Потому что ну толку, что мы еще найдем сундук. Вначале найдем золотые ключи, а потом уже карты купим. А как дела? Если честно, не очень. С Дунной непросто, да? Только от твоей бабушки удавалось ее более-менее утихомирить. Она ведет себя как... Как... Как ты. Именно. И что делать? Терпение с такими куидами не всегда срабатывает. А Дунна хоть и злится, но флот все равно у нее в сердце. Если ей что-то и не безразлично в этом мире, так это Мара. Я слышал о Парадеон, что на востоке увядает великое дерево. Похоже, дело в зараженной воде. Всему виной элиты. Это гигантское дерево, что растет посреди моря. Мы зовем его Кве. Отправляйся к нему и поймай рыбу. Если она тоже будет больна от зараженной воды, покажи ее Дунне. Путь не близкий, но думаю, я смогу добраться туда на лодке. На полпути туда есть храм. Если ты заправляешь лодку махлой из источников, то сможешь там заправиться и добраться до дерева. Ладно. Так, надо добраться до храма, заправиться, доплыть до дерева и поймать рыбу. Эммм. Понятно. Так, ну а разве мы сможем туда доплыть? У нас ведь есть уже задание, которое нам монах как раз таки дал. Нырнуть там и что-то найти в сундуке. Ага, теперь просто добавилось немножко локации. Понятно. Я думал, нам лодку нужно для этого улучшить. Хорошо. Даже три локации добавилось. Хорошо. Так сейчас сразу туда и поплывем. Тогда давайте перекусим. Вот так. Так может быть нам тогда и не придется еще улучшать лодку. Возможно, все остальные локации просто постепенно будут открываться и все. Хотя я бы хотел бы еще улучшить. Стоп, я же хотел еще вот это вот проверить. Шоколад. Да ну нет, бессмысленно на это тратить деньги. Я не думаю, что здесь прям выпадет что-то очень хорошее. Например, золотой ключ. Сомнительно. Мы его точно вообще нигде не видели в продаже? По-моему, нет. Ладно, поплыли. Так, плывем тогда, допустим, на восток, на восток, потом на юг и еще раз на восток. Потом на юг. Масок для ныряния вроде бы я купил достаточно. Так что по пути, если что, тоже будем нырять. Потому что, возможно, где-то в сундуках, вот в этих, которые под водой, можно найти золотой ключ. Или вот в этих вот бочках, ящиках. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, вот это уже новое место Нет, это еще не новое Это мы сейчас... А, ну да, это еще не новое Это храм вот этот Здесь можно заправиться Но у нас достаточно топлива Так, нам сейчас, получается, нужно на восток Вот Так, что тут у нас цыплята не пойдет Стоп, а здесь вода реально какая-то прям... Прям вообще Заброшенная станция Вот тут можно нырнуть Давайте нырнем В фиолетовой воде поплаваем Хотя Под водой она не фиолетовая Доски Ой, какая рыба Не надо нам доски Мне бы Золотой ключик Что это такое? Вот это вот что-то новенькое Интересно Сейчас посмотрим, что это мы здесь нашли Что это вообще за место Смотрите, какие-то машины Бур какой-то Вот что бывает Если перейти дорогу семье на попа Ты о чем? Почему мы тут? Где наша лодка? Я не понял Что происходит? Куда лодка пропала? Что-что не так? Что-что случилось-то? О Будь осторожна, Коа Получено достижение Что-что происходит? Давай В лодку Я не знаю, что это было Даже не представляю себе Я хочу посмотреть, что мы подобрали В лодку В лодке Я хочу подумать а может быть ящик ящик просто ящик а нет вот табличка элита табличка символика элитов страшновато а что вот это за ящик у нас в рюкзаке у нас здесь знак вопроса давайте сплаваем к нему это какая-то огромная машина вон он какой символ элитов красивый кто за символ вот это что ли значок возможно сейчас мы здесь ничего сделать не можем но потом сможем так а может быть как-то забраться да нет я не могу здесь выйти с лодки значит нет но видимо сюда нам потом предстоит как-то попасть возможно забраться в эту машину так ну ладно тогда давайте мы сплавы на юг это какая-то шагающая буровая установка вот на что это похоже что-то здесь будили и видимо выборы ли что-то не то что нужно а дерево кв а вот здесь тоже пираты есть хорошо давайте вначале мы с пиратами встретимся посмотрим какую рыбу тут можно поймать это что-то новое определенно рыбачим рыба мутант ого ого да тут все куда хуже чем я думала элиты серьезная угроза для мары ты хочешь чтобы мы домой вернулись домой хочешь великое дерево и есть твой дом а теперь я поняла почему ты так ненавидишь элитов какой ужас бедняжка на попа тебе наверное было очень плохо мы должны их победить а нужно уговорить дуно не волнуйся я все сделаю принеси дунья больную рыбу найденную рядом с деревом кв так ну это больная рыба значит готовить мы из нее ничего не будем нет смысла еще одну ловить хорошо пираты так только вот пособираю что можно никому не нужно нам пригодится а не забывай защищаться от солнца юнга ладно кстати у тебя у тебя ключ обычные серебряные ну да золотого нет у тебя карта сокровищ тебя еще даже две есть их это классно но толку нам от них вот вот толку нам от них толку нам искать сундуки если мы все равно не можем их открывать давайте камни ему попродаем просто чтоб не зря пропадали оставим себе штук 30 вот так все нам еще здесь нырнуть нужно висло получили от краба это что колечко какое то интересно так еще будет сундук или вот два сундука просто рядом стояли и все а но судя по всему все я нашла только это кольцо на нем какая то непонятная гравировка похоже на символы элитов уху это для акилы ага отнесу хорошо отнеси кольцо элитов акиля хорошо так но стоп смотрите уже поздно плавание можно продолжить завтра подожди завтра там иконка какая то новая появилась на карте зеленая интересно надеюсь не пропадет вон какая то новая иконка ну-ка быстро давайте пока она не пропала сплаваем к ней так здравствуйте вы кто с дороги малявка эрити эй осторожнее как малявка вроде тебя может управлять такой лодкой я не малявка это лодка моей бабушки что же это за бабушка если она бросила внучку одну по крайней мере так ты чему-то научишься в этом мире можно полагаться только на себя неправда как скажешь малявка я не малявка я коа приятно познакомиться коа меня зовут эрити я самая быстрая пиратка в маре а теперь мне пора продолжать путь море в твоем распоряжении иначе и быть не может надеюсь наши пути больше не пересекутся прощай девочка так а с тобой поторговать например ничего нельзя да торговать с ней нельзя к сожалению я уже было подумал что может быть какие то новые товары можно у нее купить нам нужно на нас нам очень сильно нужно на нас уже давно кстати а с ней смотрите вон она и стоит звездочка сто процентов пройдена так странно ни одного квеста ведь и не было и стакой сто процентов пройдена цветок мутант остров испорченный элитами а нет это не здесь так ну ладно давайте мы тогда кстати мы можем нырнуть еще раз потому что новый день почему бы и нет что это собаки какие то жемчужина которая стоит копейки да ничего дельного мне бы золотой ключ желательно несколько так а мы что можем нырять бесконечное количество раз подождите что опять можно нырнуть здесь же и опять будут сундуки ключ но это обычный ключ тоже обычный ключ спасибо конечно но зачем он мне надо еще раз нырнем а может быть стоит закупиться масками для ныряния и просто понырять здесь подольше так хорошенько так понырять да если честно даже не знаю как то лень стоп звездочка нужно проверить цыплятам нет спасибо обойдусь так давайте само дерево наконец-то осмотрим а то я плаваю вокруг него туда-сюда ну похоже что он здесь никак к нему вообще и не подплыть не зайти на него не забраться и ничего с ним нельзя сделать ладно давайте тогда мы еще сплаваем сейчас сразу же по пути получается на запад ну как раз по пути к дунне остроф огня так давайте во первых оплывем его посмотрим что есть вокруг слушайте там стоит тот элит вредный надеюсь с ним не придется разговаривать здесь так красиво и жизнь кипит надеюсь когда нибудь мне позволят вернуться домой нет говорить с тобой я не хочу так такую вроде мы рыбу тоже ловили если я правильно помню но выглядит знакомо так он там что то интересное здесь у нас медь не надо у себя дома полно меди что мы лук получили костер не зажигать нарисовано если я зажгу почему нарисовано костер не зажигать и рядом прямо костер стоит а при этом он как то тухнет быстро по моему или это я случайно был подбежал нажал странно может быть здесь для чего то нужно зажечь факел и что то сделать остров называется огненный и по центру прямо есть костер наверняка же это что то означает что то нужно сделать а может быть ничего это не означает и ничего не нужно сделать ну вот я весь остров уже оббежал и ничего здесь больше и нет все деревья поджечь ну вряд ли а факел же он только на время так что мы здесь можем сделать факелом допустим куст сжечь может туда наверх забраться как то нужно вот сюда вот там вроде как вообще ничего нет да и забраться туда вряд ли можно хотя эть чиха чиха да нет мы здесь не заберемся странно ну ладно тогда плывем к дуне что нам еще остается мы здесь не заберемся мы не заберемся но мы можем как то наверное мы не заберемся не заберемся Так, звездочка, давайте посмотрим, может быть там Свинтус. Или овечка. Тут у нас... Овечка. Спасаем, хорошо. Тут где-то можно было нырнуть. Нет, это место для рыбалки. Стоп, что тут ловится? Еще раз. А, ловили мы такое. Ну да, мы же здесь были уже. Само собой ловили. А вон там вот можно нырнуть. Давайте нырнем. Так уж и быть, вдруг повезет. Ну конечно, ракушки. Повезло так повезло. Маска для ныряния стоит 40 монет. Хотя, ну, два золотых слитка, вот это уже... В принципе, хорошо. Так, а здесь восстановились эти минералы странные? Что бы снова их добыть? Не видно отсюда. Ой, уже вечер. Так, а давайте мы, наверное, переночуем. Что бы не спешить. Вот, все, новый день. Сбега минералы проверим. А, нет, наверное, еще не восстановились, потому что не видно ни одного. Угу. Ну и ладно. Эй, Дунна, а ты вообще... А, вон ты. Кстати, что у тебя на продажу есть? Просто чтобы вспомнить. Ничего нужного. Ты уже второй раз возвращаешься, хотя я тебе запретила. Послушайте, Дунна. Мара в опасности. Они ее убивают. Помочь ей ваш долг. Послушайте. Вот рыба. Она очень больна, и это все из-за элитов. Вот что они творят с океаном. Ну, пожалуйста, Дунна. Ветра Мары против меня. Я опасна. Что вы такое говорите? Не понимаю. Когда твоя бабушка покинула флот, все поменялось. Я осталась на флоте, активно всем помогала. Но я совершила ошибку. И это привело к катастрофе. Из-за меня взорвался целый корабль. Мне очень жаль. От ошибок убегать не стоит. Примите их и попробуйте снова. Я Яхаку меня так учила. Какой смысл сидеть тут в одиночестве? Ни с кем не общаться. Что вы теряете? Ничего. Вы потеряете Мару. Все мы потеряем Мару, если вы не поможете. Деточка. Ах, ладно, сдаюсь. Вот же ты, упертая морячка. Я тебе помогу. Раньше я была корабельным механиком. Я могу доработать твою лодку, чтобы она могла уплыть дальше всех на свете. Сделаю так, чтобы она использовала энергию Махлы эффективнее. Ты будешь быстрой, как ветры Мары. Наконец-то я стану настоящей морячкой. А знаешь, Куа, я кое-что забыла. Почему? Когда я злилась на весь свет, твоя бабушка приходила ко мне в каюту и стучала в дверь, пока я не открывала. Смотрела мне в глаза и улыбалась. И так каждый раз, когда она подозревала, что я вот-вот сорвусь, каждый раз, когда я ошибалась. Хаку никогда на меня не злилась. Всегда убеждала меня попробовать еще раз. Давненько ко мне никто не стучал в дверь. Я уже и забыла, каково это. Вот тебе чертеж. Отнеси его на Келес, чтобы там твою лодку доработали. Хорошо. Принеси Калебу чертеж Дунны, чтобы он улучшил лодку. Замечательно. Но мы, по-моему, там получили еще и... Да, вот флотская форма, было сказано. Вот такая вот для разнообразия. Мы немножко в ней побегаем. Кстати, мы уже половину всех крабов нашли в игре. Не знаю, правда, зачем это. Особо хорошего они вообще ничего не дают. Это так, для галочки, может быть, для достижения. Как и переработка ресурсов. Так, давайте посмотрим. Значит, мы можем улучшить лодку. Блу с нами хочет поговорить. И с Акилой нужно поговорить. Хорошо. Давайте первым делом мы поговорим с Блу и Акилой. Так, куда я бегу? Мне уже не терпится посетить и все остальные острова тоже. И найти, наконец-то, эти ананасы, которые нам нужны для задания. Кстати, не забыть, с Блу будем разговаривать, заодно там заправиться. Потому что у нас уже меньше половины. Домой не будем забегать. На твоем острове поселилось новое животное, овечка. Бекалка-мекалка, отлично. Дома нам сейчас делать вроде как нечего. У нас ничего там не растет на грядках. Просто взглянем на наш домик замечательный, на наш островочек. И плывем на Келес. Нам, наверное, сейчас дадут задание. Калиб даст задание. Опять какие-то найти ресурсы, допустим, весла и так далее. Но два весла у нас уже получается есть, как минимум. Может, даже и три. Чтоб ты что-то развернулась. Вот туда нам нужно. Возможно, у Блу придется купить контейнер для махлы. Но к Калибу мы потом подойдем. Я хочу вначале дополнительное повыполнять задание. Которое доступное. Так, первым делом бежим к Кокиле. Пока он не закрылся. Вот реально не хватает велосипеда здесь. Яблоко и еще одно. Замечтательно. Кстати, торговать нет. У тебя тоже золотых ключей нет. Акила. Ты помнишь мою подругу? На попа. Конечно. Как я мог о ней забыть? Она хочет подарить тебе это. Взамен жемчужины. Оу, как интересно. Это элитское кольцо с надписью «Прогресс и власть». Должно быть, оно принадлежит кому-то из знати. Может, барону, занимающемуся прогнозами будущего. У этой твоей подруги есть чувство юмора. Я не понимаю. Думаю, она дает мне совет. Или упрекает. Скажи ей, я буду хорошо себя вести. Теперь мне все ясно. Ого, как серьезно. Спроси на попа, почему Акила так отреагировал на кольцо. Мне тоже интересно. Будь повежливая. Ты мой курьер, а значит и мое лицо. Кстати, а что у нас здесь ловится? Я вообще не помню. Сон. Не надо. Черничка. Пусть будет, кстати, перекусить. Как раз и можно. Так, давайте первым делом заправимся. Полный баг. Это что, подношение можно сделать? Не знаю, зачем оно надо. У нас много вот этого. Лук или что это? Латук. Да у нас его полно. Ну, давайте сделаем подношение. Может быть, что-то это даст? Кстати, Блу, у тебя новейший баг. Ну, наверняка, что он понадобится, я думаю. Новейший баг. Ну, вот потом тогда и купим. Коа, ты сильно повзрослела. Мара, тебе высокого мнения. Ой, ну что вы. Мара слишком занята, чтобы обращать на меня внимание. Но тебе еще кое-чего не хватает до полной гармонии. Со всеми существами. Я знаю, чего мне не хватает ананасов. Возьми эту королеву пчел. Отвези ее на свой остров. Построй улей. Заботься о ней и наблюдай, как она растет. Скоро на твоем острове будет целый рой. А это не опасно? Ааа. Ни одно существо не опасно, если оно в гармонии с Марой. Ой, футболку мы получили. Так, первым делом я хочу футболочку. Вот так вот побегаем теперь. Еще две футболочки можно найти, получается. И один рюкзачок. В этом задании духи направят твою руку. Доверься им. Хорошо. Напопа. Напопа, что ты подарила Акиле? Не скажешь, да? Ладно, хорошо. А ты, оказывается, вредина. Привет, Напопа. Хочешь порисовать? Я так и думала. У тебя хорошо получается. Ты станешь великой художницей. Дом. Не сделаю тебе большой холст. И найду краски. Твоя карьера в искусстве начинается прямо сейчас. Принеси на Попа холст. Она прекрасная художница. Холст, а где же его взять? Я вообще такой не видел никогда в продаже. Может его как-то сделать нужно, что ли? Так, построить улей. Холст. Домашний остров. Показывает на домашний остров. Может быть мы должны его там создать? Ладно, давайте сплаваем на домашний остров. Домой. То есть, построим там улей. Будем добывать мед в итоге. Ну и заодно посмотрим по поводу холста. Кстати, что у нас здесь ловится? Просто чтобы помнить. Вот такая вот рыба. Она нам не нужна. По пути можно... И уже Калебу отдать этот чертеж. Любопытно, что нам там нужно будет дальше для улучшения. Ну наверняка этот новейший бак за тысячу монет. Но для улучшения лодки так уж и быть, мне не жалко потратить тысячу монет. Весла у нас должны быть. Привет, Куа. Новое задание мне принесла. Ага. Мне нужно еще раз улучшить лодку. Посмотрим. Интересное решение. Надо посмотреть. Мне нужны кое-какие материалы. А не вопрос. Я пока поговорю с Ноха. Меня кто-то звал? А вы что-нибудь знаете об элитах? А, фиолетовые. Один такой прилетел к нам пару лет назад. Высокий, сильный, с длинными волосами. В классном плаще. Вот это был плащ. Великолепный плащ. Прилетел с молодой девчонкой. И они начали нас расспрашивать про источники, море и так далее. Странноватые они, конечно. Но очень вежливые. Думаю, Эдеган знает о них больше. Этот мужик вечно что-то замышляет. Поняла. Пойду спрошу, пока моя лодка в работе. Есть идея. Принеси ему апельсинового мороженого. От мороженого кто угодно подобреет. Кстати, оно у нас уже есть. Мы можем это сделать прямо сейчас. А какие материалы нужны для лодки, мы не знаем, да, пока что. Кстати, смотрите, под нами, под иконкой Коа, тоже есть полоска оранжевая. Только сейчас я это заметил. То есть это, видимо, прогресс вообще сюжета в игре. Ух ты. То есть мы уже довольно-таки далеко с вами зашли. Так, ну я хотел бы вначале сплавать домой. Улей, где бы его поставить? Лучше где-то подальше от нашего домика. Ну потому что это ведь пчелы. И не хотелось бы, чтобы пчелы рядом были. Кстати, на попа. По поводу холста скажешь нам что-то? Что? Что такое на попа? Вот холст, я не понял. Ты сказала, здесь тебе холст нужен. Где я тебе его возьму? В продаже его нет вообще. Рецепта у нас вроде бы тоже нет. Может быть он появится? Ну зайдем домой, посмотрим. Так, по поводу улья. Мы ведь его можем сделать, да? Ну-ка. Да, он у нас есть. А, нет, мы можем его создать, потому что у нас есть доски и гвозди. Хорошо. Цветочные горшки всякие. Надо будет попробовать какой-то горшок где-то поставить. Посмотреть, что будет. Улей, давайте его поставим где-нибудь вот там вот. Да вот, допустим, вот здесь. Вот почему бы и нет? Вот будет у нас тут место, допустим, для добычи меда. Аблу сказал мне найти гармонию с пчелами. Мне нравится слушать их жужжание. Скоро они начнут приносить мед. Подготовить. Королева пчел поможет собрать мед из улья. То есть мы можем одну королеву пчел превратить в мед? Или как? А, или мы сюда посадили ее теперь и все, и она будет постоянно производить нам мед? Ну, это интересно, потому что если это не так, если мы потом заберем мед и все, и королева пчел тоже исчезнет, тогда это вообще будет бессмысленно. Искать, бегать где-то этих королев пчел, чтобы мед получить. Но это же совсем не выгодно. А так я бы поставил этих ульев тут штук 50. И получал бы мед и продавал бы его. Сколько у нас королев пчел вообще имеется? Шесть штук сейчас. Вот посмотрим потом, когда мед будет готов, что мы получим. Так, по поводу холста. Стоп, а может быть мы его можем как-то вот так вот построить? Ну-ка давайте посмотрим. Что нужно для цветочного горшка? Подставка и удобрение. Подставку, видимо, в мастерской нужно сделать. Два даже удобрения. Слушайте, не хочется. Не хочется это делать. Нет, холст мы не можем вот так вот просто взять и поставить. Что у нас по времени успею я еще собрать тут апельсинки. У меня. У меня. Да. Продолжение следует... Так, ну во-первых, давайте сделаем апельсиного сока. Нет, я не могу делать холст. Не понимаю я, может быть потом, в будущем мы получим такой рецепт или купим его где-то. Но я его делать не могу. Тогда ладно, ложимся спать и что, возвращаемся на Келес? А посмотрим сейчас по заданию, что там говорится там. Принеси на попах холст. Так, а где Блу вообще? Что-то я его тут не вижу. А, вот он. Да нет, видимо ему не нужно отчитываться, что мы это сделали. Да твою ж дивизию. Не нужна нам вода. Нам нужны сейчас апельсины. Время в игре бежит невероятно быстро, поэтому приходится все сажать довольно близко, вот так вот плотно, чтобы как можно больше сэкономить времени. Так, 99 яблок больше не собираем. Хотя можно одно съесть, допустим, сейчас вот так. И одно подобрать, да и оно исчезло прямо передо мной. Вот это вот вообще обидно. Я подбегаю к яблоку и оно исчезает. Оно как будто вот специально, чтобы подразнить меня. Так, и еще апельсины. Сколько у нас уже их штук? Да, в принципе, 18-19 штук это немного. Так, по поводу пчел. Ну давайте сбегаем к ним, посмотрим, может быть. Опа, это ясенчик. Может быть можно собрать мед? Нет. Ну, само собой, не так быстро. Просто главное не забыть потом вот засечь, сколько у нас пчел. Что мы в итоге получим? Одну пчелу мы туда посадили. Останется ли она там навсегда? Или нужно каждый раз после того, как берешь мед, сажать новую пчелу? Тогда это вообще бессмысленно. Абсолютно. Так, а на попа. Я плыву, а ты как хочешь. Омороженное у нас есть. Сейчас будем как-то уговаривать Эдагана, чтобы он нам рассказал, что же там к чему. Кстати, к нему, по идее, нужно быстро бежать сейчас, спешить. Так, можно на собаку сесть прокатиться, чтобы быстрее было. Вот велосипед или даже самокат, или лучше велосипед, чтобы можно было там и по траве ездить и так далее. Было бы классно. Так, открыто, открыто. Здравствуйте, Эдаган. Хотите мороженого? Спасибо. Не люблю мороженое. И вообще сладости не люблю. Чем могу помочь? Вы что-нибудь знаете об элитах? Какая ты невежливая девочка. Если тебе нужна информация, принеси мне подарок. Но я принесла мороженое. Нормальный подарок. Ты же мне весь пол заляпаешь. Господин Эдаган, не могли бы вы, пожалуйста, рассказать мне об элитах? Спасибо, пожалуйста. Очень серьезный народ. Очень вежливый. Их трудно нашим острове, дай по всей Маре, принесет нам благополучие. Нам нужно диверсифицировать инвестиции. И лучше их нам никто не поможет. Они много всего знают о бизнесе. На нашем острове всего четыре дома. И все они в плачевном состоянии. Пусть элиты построят новое. А будет больше туристов. Ну и больше денег стало быть. Хорошо. Спасибо большое. Принеси калибу материалы, чтобы улучшить лодку. Две тысячи двести монет, плюс еще тысяча на новейший бак. Ух, ё, лодка нам обойдется. В итоге аж... Аж очень много. В три тысячи двести, не считая весел. В общем, Эдеган, он на стороне элитов. Ну потому что элиты, это деньги, для него деньги, это вообще все. Полный бак. Опять сюда можно просто так, ну это просто выбрасывать ресурсы. Вот ничего как бы не происходит абсолютно. Я понимаю, если бы где-то хоть какой-то счетчик был, допустим, периодически какой-то здесь появлялся, может быть, бонус, когда счетчик доходил бы до определенного значения. А так просто выбросить сюда пять единиц лука, я его лучше продам. Так, Анна, у тебя можно купить новейший бак. Тысяча монет. Ладно, покупаем, что поделать. Теперь все спокойно. Не знаю я, как тебе холст построить. Я бы построил бы. Дай мне чертеж, я тебе сделаю хоть десять этих холстов. А так, что я могу сделать? Странно, я думал, когда мы первый раз увидели членов банды, тут каких-то, что с ними какая-то будет тоже линия, возможно, не очень законные действия какие-то они будут делать, например. Что-то интересное, то есть, будет, но нет. Так, сейчас мы улучшим лодку, а значит, что произойдет? Ну, во-первых, появятся новые острова. Во-вторых, возможно, разблокируются новые квесты. А вот и я. Получено от достижения. И все еще оно не говорит. Ну, имеется в виду, что лодку мы все улучшаем, улучшаем, а она все еще не говорит. Как прошла беседа с банкиром? Так себе. А я говорил. А как дела с лодкой? Ты принесла материалы? Да, вот они. Секунду, положу их вот сюда. Готово. Отлично. Ага. Спасибо. Не за что. Увидимся. Пока. Вот и поговорили. Так, Дунна нам может опять-таки рассказать про элитов. Ну-ка, давайте посмотрим. Во-первых, по заданиям. Что-то у нас появилось новенькое. Разблокировалось? Да ничего. Так, смотрите. Целая куча островов у нас появилась. Прям целая куча. И теперь мы по-любому уже сможем найти то, что нам там нужно по заданиям. Цветок для Онза. Возможно, где-то ананасы. Ну, по-любому уже где-то должны быть ананасы. Посмотрите в правый нижний угол. Ф1. Там даже не то, что остров. Там три таких маленьких-маленьких островочечка в виде треугольника. Прямо какой-то Бермудский треугольник, что ли. Интересно. В некоторых местах, вот допустим, Б1. Там вообще острова нет. И Ф6. Тоже острова нет. Слушайте, очень-очень интересно будет это все посетить. Давайте мы сейчас, знаете что, домой вернемся. Смотрите, у нас уже сколько весел. Так, ну вроде бы чуть-чуть быстрее плаваем. Хотя, не сказать, что заметно. Ну, может быть, чуть-чуть. Вроде бы в открытом море мы побыстрее начали плавать. Приближаясь к острову, лодка все равно замедляется как-то. Не, ну вроде бы чуть-чуть быстрее, но даже не знаю. Чуть-чуть. Так что, главное, что мы просто открыли новые места, новые острова. В этом суть улучшения. Так, апельсины. Ой, тут есть апельсины. Сейчас проверим улей. Нет. сухи. Нет. Нет. Продолжение следует... Так, все, пособирали апельсины. Делаем апельсиновый сок. Так, вроде как, больше ничего нам не нужно сделать. Ох, у нас уже сока полно. Надо бы его продать будет. Так, плыть к Дунне. Кстати, а здесь есть даже на карту указания. А, нет, это на Келесе в смысле нужно отдать. Да, я думал он покажет нам, где ананасы найти. Ладно. Цветок там мы соберем. Хорошо, давайте мы здесь, ребята, с вами уже на сегодня прервемся. Уйди, теннисный шарик. Так, спрячемся от него вот здесь вот. Стой, здесь можно прямо сесть посидеть. Оп, вот так вот. В следующей серии мы с вами отправимся, ну, само собой, исследовать новые острова. Оплывем полностью все острова, посмотрим, что мы на них найдем. Может быть, по пути еще какие-то квесты повыполняем. Ну, и посмотрим, что у нас откроется дальше. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А, как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok